всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 22 августа и вот я уже предыдущих роликах говорила что я хожу собираю очередной сбор у меня урожая и о некоторых томатах я делюсь с вами но высказываю свое мнение какие нравятся какие не нравятся и конечно же мимо вот этой красоты мимо я не могла пройти смотрите какое столпотворение томатов это конечно штраух о нем я уже говорила номер 144 у меня в каталоге немецкий сорт он оказался самым-самым продолжительным плодоношением он одинокий в теплице остался один и все завязывает кисти я сейчас отдалюсь уйду на одоление чтобы увидеть что в теплице больше нет никого кроме него все у меня уже все голо поло там желатки собраны единственную твову путина последнего собрала сейчас расскажу но сейчас о штраухе вы смотрите что самое главное главное не то что у него много так томатов и так долго вы посмотрите какого качества плоды все чистенькие такое впечатление как будто не конец сезона а начало ни единого пятнышка все как знаете как на подбор вот теперь я понимаю почему немцы признали его самым лучшим товарным сортом он во первых и транспортируется хорошо и у него идеальный внешний вид обычно последние томаты у нас или какие-то корявенькие эти такого же размера как будто природа их штампует самого низа до самого верха вот видите вот эти кисти это же уже вот давно обобраны вот 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 тут везде были томаты и по идее чем выше обычно они у нас тем хуже а тут они точно такие же такое впечатление говорю что вы представьте он высажен был в апреле посеян в феврале и до сих пор он плодоносит завязывает завязывает вот я привязала его уже к потолку и он все еще цветет хочет еще это вот смотрите вот так вот шел 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 видите вот эти малыши он хочет еще завязать и что меня шокирует листья такие же чистые свежие как весной вот как я его высадила такой он ни одного пятнышка не на томатах не на листьях вот это высшая оценка сорту томата это значит что он не восприимчив к заболеваниям но по крайней мере наверное сильно стойкий к заболеваниям потому что у нас обычно осенью какие-то пятна все равно начинаются или кладосприоз или того еще хуже фитофтора и еще один фактор заметьте давно уже теплица не поливается я сюда уже давно не захожу земля как пыль у меня уже отключены все эти шланги у него вероятно такая сильная корневая система я отключила уже когда еще вот эти все зеленые были и он до сих пор еще как плоды не только он спеет но и плоды формирует новые я вам туда в гущу залезла там еще автоматики вот это у меня что же новинка я в прошлом году первый раз у меня было всего два кустика вот у меня даже слов нет очень хороший очень стойкий томат не говоря о том уже что красивый настоящий крупный виноград вот виноградные кисти такие висят кстати хочу сказать хорошее слово еще и правого путина пришла последние томаты его путина собрать смотрите до сих пор какие дает большие хорошие плоды этот вовочка даже в руку мне не влазит и тоже что странно ну не странно что приятно и да для этого времени странно что на томатах ни единого пятнышка никаких на них повреждений вот это немножко недозрелая она проходит видите вот этот цвет он еще не дозрелая вот такой он должен быть красный с малиновым отливом и тогда вот это зеленое пятно проходит но дело в том что они все целые они такие же как в начале сезона то есть отборные крупные красивые никаких темных пятен ничего на них нет вот сейчас пойду выпотрошу с них со всех семена и у кого-то на будущий год такой же вот вовочка вырастет очень хороший мне нынче понравился он в том году я его не сильно рассмотрела у меня было всего два кустика по моему мне несколько семянок присылали в этом году я и на улице посадила и в теплице везде он вызрел и везде он хороший дал результат вот пожалуйста ой рукопель вова путин и штраух наконец августа в теплице высаженные рано рано по-прежнему дают плоды ничем не уступающие по нему виду и по качеству плоды которые давали они в начале лета то есть осень их не берет но этот то вообще красавец я прям любуюсь мне даже его обрывать жалко ну ладно до свидания прощайтесь со штрауху